Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я Анна Лапшина. И приветствую сразу моего гостя Азиз Агаев, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информа». Азиз Алеевич, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, слушатели. Я напоминаю вам средства связи. Номер для смс 8909 720 101.0. Можете писать ваше смс. Мы не принимаем звонки в особом мнении. Кроме того, вопросы нашему гостю вы можете задавать через форму анонсов на нашем сайте. Там же можно смотреть прямую видеотрансляцию нашего эфира. Вот Азиза Альевича можно наблюдать в прекрасном расположении духа, как мне кажется. Итак, собственно говоря, вопрос на сайте, прямо сразу его озвучил. Слушатель Николай спрашивает вас. Вопросов, кстати, даже три. Азиз Альевич, здравствуйте. Три вопроса. Ваша грубая оценка по величине зарплаты в конвертах в предпринимательской среде Кировской области? Да, Николай, здравствуйте. Значит, она колеблется от 30% до 70% реально получаемой заработной платы. То есть речь идет о черной зарплате или о серой? Ну, речь идет о том, что люди выплачивают какую-то сумму, значит, в ведомостях показывая, какую сумму. И все остальное выплачивают так или иначе наличными деньгами в конвертах, ну, как угодно, без конвертов, неважно. Так, всяк, разными путями. Я примерно так оцениваю. Будем ли пояснять, с чем это связано и вообще возможно ли как-то победить по борьбе? Это мы много раз говорили. Я думаю, что связано с величиной нагрузки на фонд заработной платы. То есть, если на самом деле ни предприниматели, ни те, кто получает заработную плату, не считают страховые взносы... Адекватными? Да, адекватными. И не считают, что... А работодатели не считают страховые взносы, значит, не налогами. То есть, все считают страховые взносы налогами. Хотя официально и, значит, юридически мы можем сказать, что и наверняка представители государства будут говорить о том, что вот страховые взносы, это там будущая пенсия и так далее, и так далее. Ну, когда предприниматели выходят на пенсию, видят там ту пенсию... Ту сумму. Да, или так или иначе, попадая в больницу, получают определенный уровень медицинского лечения, или, значит, то они сразу задумываются над тем, вот за что они платили страховые взносы. Поэтому лично я считаю, что это связано с величиной вот обложения страховыми взносами заработной платы, которую они выплачивают. Вот адекватным уровнем было, и когда, например, у малого бизнеса уровень страховых взносов был 14%, и как раз 14 плюс 13, это было 27%, и как-то получалось так, что вроде как... Было посильно. Государство с обществом, тут было посильно, как бы это такое слово, посильно оно оценочно, да? Это вроде как с обществом, с предпринимателями, с бизнесом государство достигло консенсуса по уровню обложения фонда заработной платы. Почему? Потому что когда вот было 13 плюс 14, то большая часть малого бизнеса начала выходить из тени, собственно говоря, поверив государству. А потом, когда резко было увеличение в 2010 году, то мы увидели обратные тенденции, отток, ухудшение климата, бизнес-климата и так далее. И так далее, и так далее. То есть, поэтому пояснение связано с этим. Для малого бизнеса этот уровень страховых взносов является неподъемным. Да и вообще, с учетом отношения граждан к пенсиям, к их размерам и так далее, и так далее, может быть, нам пора перейти, так сказать, к китайскому варианту. То есть, вообще отказать людям, значит, в пенсии, ну, скажем, молодежи, да? То есть... Ну, честно уже признать, ребят. Да, тем, кто там, например, сорокалетним, условно говоря, сказать, что с этого момента, там, до сорока лет, все, кто до сорока лет, копят сами. Не можем ничего гарантировать. Да, не будем платить пенсию для тех, кому сегодня, там, до сорока лет. Ну, вы представляете, что в стране тогда начнется? Ну, а сейчас что начнется? Когда там у нас увеличивают возраст, там, собираются увеличивать возраст. Ну, погодите, пока еще не приняли решение. Ну, оно рано или поздно будет принято, потому что, значит, обратную пирамиду вряд ли, так сказать, выдержит скоро финансовую систему. Хотя у нас ведь много природной ренты, которая, так сказать, расходуется, ну, непонятно и не всегда туда, куда как бы надо. Вот, и можно было бы пенсии выплачивать, так сказать, из доходов нефтегазовых. Но, тем не менее, было бы честнее в этой ситуации, как бы сказать людям, что мы не можем вам выплачивать адекватную пенсию, поэтому мы не собираемся брать страховые взносы. Вот, представляете, как было бы хорошо, и уже в бизнес бы, и люди бы сами считали, сколько из своей заработной платы, которая будет увеличена на сумму этих страховых взносов, они будут откладывать на пенсию. То есть остались бы какие-нибудь, там, минимальные социальные пенсии, условно говоря, там, ну, устанавливают прожиточное минимум, там, типа, 7 тысяч или 8 тысяч, вот, чтобы все знали, что это на грани выживания, там, или, там, на грани голодного существования. И каждый сам бы о себе заботился, но при этом... Но при этом каждый сам бы и понимал, сколько он платит, и требовал бы, видимо, от местных властей, от федеральных властей некой обеспеченности соцуслугами. Не требовал бы, он бы требовал... Видите, тут еще вопрос, что, например, можно было бы у нас и так, там, частично медицина платная, да, условно говоря, то есть можно было бы и по медицинским услугам также подойти, что не берите взносы, как бы, с людей, дайте им заработную плату. Да, и пусть они сами, значит, уже решают, куда нести свои деньги. Я думаю, что и доктора бы по-другому шевелились бы в таком случае, значит, когда человек же за каждую копейку, правда, появилась, наверное, очень хорошая профессия, там, медицинский юрист, который бы оказывал услуги, там, по юридическому обслуживанию людей, некачественно, да, получившим медицинские услуги. Так, ладно, значит, по цифрам от 30 до 70 процентов вы оцениваете. Да, с моей точки зрения так. Второй вопрос от Николая. Каковы схемы оптимизации налогообложения, которые вы практикуете в деятельности своей компании? Вот в своей компании не применяю вообще никаких схем оптимизации. А почему? Ну, считаю, что, ну, учитывая, что я работаю в аудиторской компании и занимаюсь защитой интересов, это раз. Ну, и, во-вторых, из соображений, что кто-то должен разорвать этот порочный круг. У нас есть такой порочный круг, когда предприниматели не платят установленные налоги и при этом боятся, что, значит, боятся выступить против системных ошибок в управлении страной, областью, там, и так далее, потому что боятся, что придут и поймают их за нарушение, там, налогового законодательства, например. Вот пока я не привлекаю внимание, вроде как могу мухлевать, там, да, я считаю, что этот порочный круг должен бизнес, там, разрушить. То есть начать платить, как бы тяжело ни было, все налоги и потом требовать от государства полного выполнения своих обязанностей в полном объеме. То есть, а сейчас получается, что бизнес говорит, да, мне никакого дела нет, потому как государством и областью, например, или городом управляют. Ну, и я не буду платить, как бы, налоги в том объеме, которым, там, ну, буду платить, там, сколько-то. Вот, исходя из этих, как бы, соображений у меня, пожалуйста, опросите сотрудников, кто знает сотрудников. Честно, честно заплатили, честно требуйте. Все в полном объеме, все в полном объеме начисляю заработную плату, все показываю на эту заработную плату. Да, со вздохом, но, значит, плачу установленные налоги и взносы. Но зато, как у нас говорили в рекламе, заплати налоги и спи спокойно. Ну, не спи спокойно, а живи спокойно. Живи спокойно. Потому что у нас уже есть устойчивое сочетание. Спи спокойно, это у нас говорят, когда людей провожают мир иной. Не самые хорошие. Да, да, поэтому живи спокойно, ну, живи, действуй спокойно, качай права спокойно, там, условно говоря. Говори то, что думаешь. Говори то, что думаешь. Не опасайся, что к тебе за это придут. Не труси, управляй страной, говори, что я вам плачу, значит, зарплату, которую вы получаете, вот, из тех налогов, которые я заплатил, вы получаете. То есть это дает определенную, ну, не знаю, какую-то смелость. Дает свободу и свободу, да. Так, сделаем небольшой перерыв. Азия Сагаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» у нас в гостях. Напомню, вернемся через минуту. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Программа «Особое мнение» продолжается. Азия Сагаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» у нас в гостях. Напоминаю, я Анна Лапшина. Продолжаем Азизу Оливичу задавать вопросы с сайта. Напомню, Николай, третий вопрос от Николая. Ваши комментарии по прошедшим закупкам щебня для нужд Кировской области, где победителем признана фирма «Однодневка» из Краснодара. Я так понимаю, что Николай формулировал свой вопрос на основании сообщения со странички ВКонтакте Сергея Мамаева, руководителя фракции КПРФ в нашем законодательном собрании. Сергей Павлинович писал о том, что в начале этого года конкурс на поставку щебня для ремонта дорог в Кировской области выиграла некая компания «Омега», образованная за месяц до проведения конкурса. По некоторым данным, фирма из Краснодарского края. Откуда в Кировскую область приехал руководитель, его исполняющий обязанности, министра транспорта Сергей Машногорский? Ну, я хочу сказать, что вот я хочу, скажем, поддержать в этом смысле деятельность Мамаева, потому что он пока в области, получается, единственный, кто внимательно следит, что происходит, и если видит какие-то, ну, свои точки зрения непорядки, то есть он не боится об этом сказать. Я как бы с этой точки зрения поддерживаю его позицию. Что касается, кстати, он и при Никите Белыхе, так сказать, да? Да-да-да, позицию он занимает последовательно. Да, и реально есть, конечно, за что критиковать сегодня и областное правительство, и губернатора тоже. Хочу сказать, что если вот рассматривать просто вот пришла компания из Краснодара, зарегистрированная, кстати, в Краснодаре, непонятно, где она деятельность ведет там, да? Да, и то вроде как, что сказать-то? Ну, пришла компания, ну, участвовала, значит, и так далее, и так далее. Выиграла. И выиграла. Но жизнь, она как бы такая, что те, кто не занимается бизнесом, может, и не очень понимают, что происходит, но те, кто занимаются, как раз хорошо понимают, что происходит. Да, вот я на своей деятельности могу там сказать, что когда ты видишь, что, например, приходит там из-за пределов там Кировской области там какая-то компания и предлагает там за услуги, например, такую цену, в которой даже не укладываются даже командировочные расходы. Ты начинаешь задумываться, что это за услуги. Какая выгода. И каково качество этих услуг будет, и какая выгода там для того, кто там заявляется. Но и в этой ситуации тоже, вот я знаю, что были некоторые там дорожные, например, конкурсы, да, появляются новые компании там, которые участвуют при этом под тем или иным формальным предлогом, значит, компании там из Кировской области там убираются из конкурса, там отстраняются, да. Очень в этом смысле я отношусь отрицательно, то есть, да, и цену щебня там или там чего-то другого, я думаю, что те, кто занимается этим делом, могли бы там заранее узнать там на заводе, условно говоря, да, или там на предприятии, которые продают этот щебень, да, и уж кто-кто, а предприятие, которое продает щебень, да, например, да, может наибольшее, наиболее там скидки сделать на этот щебень. То есть, если формально посмотреть, ну и что, ну, у нас как бы единое экономическое пространство в России, и компания с Камчатки может поучаствовать в конкурсе в Кирове, и ничего, никаких препятствий там я не вижу. Но если с точки зрения там экономической деятельности, то всегда у меня вызывают вопросы, когда, значит, участвуют некие компании, там, особенно компании, которые там вчера создались, вот, и вдруг там начинают выигрывать конкурсы, да, и очень часто мы увидим, что они потом начинают предлагать нашим местным предприятиям выступать в качестве там субподрядчиков, или там, или вдруг, значит, наших отстраняют, не давая участия, участвуя в конкурсе там. То есть, поэтому возникают вопросы. И в этом смысле, например, может быть, лучше было для губернатора, чтобы уж из Краснодарского края, значит, вообще ни одна бы фирма не участвовала. Но это не означает, что если там есть какое-то отношение, то эта компания не может быть зарегистрирована где в Горнос-Саврополе, там, в Калмыкии. А в конце концов, в Кирове она может быть зарегистрирована. Да, в конце концов, в Кирове будет зарегистрирована. Понятно, что в Кирове будет сложнее, потому что у нас, у них будут вопросы к налоговиков, будет вопрос много, так сказать, да. Вот, но в других регионах, пожалуйста. Азиз Алич, а что делать в такой ситуации? То есть, просто контролировать дальше дальнейшее исполнение качества работы, качества контракта, качества поставок? Я бы здесь как бы по фактурами пошел там, посмотрел бы, что это за щебень там, да, по какой цене оно продается на предприятии. Потом, этот ли щебень вообще в итоге поставляется? Потому что очень часто бывает, что выигрывает конкурс там по одной фракции щебня, а потом, значит, в между собой приходит другая там фракция. Ну, я так понимаю, что, чтобы это контролировать, это кто-то заняться должен. То есть, ну, как минимум, это должен быть некий орган там, да, государственный, который займется контролем. Ну, государственный или у нас ведь много желающих как бы там в общественной палате еще где-то там поучаствовать в контроле там дорожных там расходов пусть как бы... Я так понимаю, что смысл вопроса Николая в этом был, да, через наш эфир, видимо, привлечь внимание к ситуации. Ну, я тоже так думаю, да. Я тоже так думаю, да. Хорошо, Азиз Алиевич, переходим к нашим вопросам. Собственно, новость последних фактически часов. Кировскую думу покинули сразу три депутата. Это Дмитрий Тружков, Михаил Исупов, Юрий Шлемензон. На самом деле, насколько я понимаю, к сегодняшнему заседанию изначально предполагалась там на нем еще более там закрученная интрига. То есть, неделю назад примерно появлялась информация, что, возможно, на сегодняшнем заседании будет озвучена отставка Александра Перескокова с поста главы администрации. На его место придет ныне исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ области Илья Шульгин. Вот, а потом эту информацию опровергали. Ну, собственно, вот заседание состоялось, сюрпризов никаких. Покидают нас три депутата. Два кресла остаются свободными, потому что они избирались как одномандатники. Это Исупов и Тружков. Юрий Шлемензон шел по партийному списку ЛДПР. Соответственно, на его место партия выдвинет какого-то своего кандидата, который будет работать до сентября. Я бы хотела поговорить вот о чем. Поскольку у нас городская дума сейчас фактически завершает свою работу, чего мы можем от них ждать. Вот. И в сентябре, на сентябрьских выборах, каких людей мы можем увидеть в городской думе? То есть те депутаты, которые сейчас работают, насколько велика вероятность, что они останутся там? Ну, какая-то часть останется. А в процентном соотношении? Ну, может быть, там процентов 60. А какая-то часть нет. То есть там уход этих лиц, она предусмотрена. В принципе, Тружков, он не может работать. Потому что уже не здесь, уехал в Самару. Он не могла работать в Самару и работает. И, к сожалению, сегодня свои силы вкладывает в Самарскую область, а не в Кировскую область. Ну, надеюсь, что то, что они делают, в конечном итоге всей России принесет там большую пользу. Просто немножко в курсе, чем они там занимаются. А что касается того, чего мы будем ожидать, вопрос, на самом деле, немножко как бы... Преждевременный? Да не то, что преждевременный, а, я извиняюсь, они бессмысленные. Потому что, а чем занималась до сих пор, так сказать, особенным городская дума? Утверждала некие документы, план приватизации муниципального имущества, например. Утверждать, и при этом будет утверждать, значит, точно так же, беспрекословно, значит, то, чего как бы будет преподноситься. Я почему задала свой вопрос? Потому что мне, на самом деле, очень интересно, что у нас будет с главой администрации после выборов нового состава городской думы. Потому что вопрос об отставке Александра Перескокова, видите, он поднимается не в первый раз. То есть до нового года на место главы администрации, причем так же досрочно, прочили Валерия Васильевича Крепостнова, теперь Илью Шульгина. Извините, что я вас перебиваю, Аня. Вот вы всегда рассматриваете, и многие рассматривают вопросы, как бы, с какой-то политической точки зрения, там, еще какой-то, там, вот кто на кого повлиял, там, и так далее, да. Я согласен, такой аспект, он может присутствовать, и, наверное, с точки зрения персоналей вызывает определенный, там, интерес. А вот у меня всегда вызывает интерес с точки зрения выгоды, которые город, там, городские жители получают, да. Но я пока не вижу, как бы, вот я вижу, что те системные ошибки и проблемы, которые были, значит, они никуда не делись, да. Это означает, что к ним не применен системный подход, да. То есть, ну, это как, скажем, почему японские автомобили ломаются меньше, чем даже немецкие, там, автомобили, там, к примеру, да. Потому что японцы исправляют все, там, поломки на стадии проектирования, а все остальные исправляют после того, как поломки, значит, там... Уже случились. Уже, там, случились, да. При этом, несмотря на высокое качество, там, вот то же самое, то есть, нужно принцип, как бы, системно менять, да. То есть, нужно еще до того, как мы проектируем какие-то, там, решения, да, эти же, там, сосульки, там, с крыш, там, или эти же дороги, там, и так далее, и так далее. То есть, мы должны рассмотреть все варианты до того, как. То есть, до того, как пришла зима, мы должны знать, что у нас будет зима, и как мы будем решать те или иные проблемы системно, а не единично, да. Поэтому, когда вы говорите, что вот пришел бы там Шульгин, вместо Перескокова, ну, Перескоков целый ряд проблем, как бы, системно не решил там, да. И, ну, и я не верил, что он их решит. Если вы послушаете мои, там, интервью до этого, то, а придет Шульгин, решит ли, ну, у меня, вот, ну, огромные, как бы, сомнения, учитывая деятельность новой команды, значит, на, в областном правительстве. То, я вообще не знаю, почему Шульгин-то. Вообще говорят, что здесь также точно источником информации был Сергей Павлинович Мамаев, один из кировских порталов, писал об этом. Ну, и молодец, что выступил против, молодец, что выступил, молодец, что единственный, кто открыт, как бы, вот в этом смысле, вы знаете, что когда он там баллотировался на пост губернатора, что я, там, тоже, как бы, критически относился к его намерениям, там, да. Но в данной-то ситуации я вижу, что, ну, получается, что в Вятке есть единственный мужик, так сказать, смелый, который, там, говорит. Готов противостоять областной власти, несмотря на то, кто занимает кресло губернатора. Ну, несмотря на это, да, 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 то есть, ну, отлично, я такие вещи приветствую, пожалуйста, может, любой кто, вот, поэтому, что в этой ситуации сказать? Какая разница, кто займет, если подход не изменится, а подход не меняется, а он не изменится, пока у власти будут, получается, те же самые лица из Единой России. То есть, надо приводить кого-то из оппозиции? Ну, либо из оппозиции, но, опять, не тех, кто засвечен, потому что они засветились и, в принципе, уже с ролью аутсайдера, скажем, там, смирились, там, да. Либо пусть из Единой России, но должна быть другая команда, там, душой болеющая за город, там, за область и так далее. Понятно. Сделаем перерыв на рекламу, две минуты и вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101FM. И это «Особое мнение» Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте, слушатель. Я Анна Лапшина вас еще раз приветствую. Ну, собственно, вот от городской думы переходим к губернаторам, а точнее к нашему губернатору и точнее к тому решению, который может принять послезавтра уже областное законодательное собрание. Итак, собственно, вот такая инициатива внесена в наш областной парламент. Сергей Редькин, депутат СР, предлагает убрать из закона о выборах губернатора Кировской области возможность баллотироваться на пост главы региона для самовыдвиженцев. Поправка эта, насколько я понимаю, она вносилась в 2014 году. Кировская область фактически там уникальный регион в этом смысле. То есть еще Москва, Ярославская и Тульская области допускают возможность участия самовыдвиженцев. Собственно, Сергей Редькин говорит, что убрав эту поправку, мы обеспечим стабильность политической системы, будет возможность отсекать деструктивных кандидатов, играющих на ослабление системы и ослабление нашей области, пройти партийный фильтр. Ну, это, собственно, вот такая дополнительная проверка для кандидата на пост. Насколько я понимаю, председатель ОЗС Владимир Васильевич Быков поддерживает эту идею. Он сказал, что у нас в регионе 72 партии и не будет проблемы для любого желающего кандидата заручиться поддержкой, кого бы то ни было. И, опять же, насколько я понимаю, из разговоров с нашими экспертами, скорее всего, поправка все-таки будет принята. Ну, если уж Владимир Васильевич сказал, что он тоже так считает, ну, наверное, поправка будет принята. Хорошо это или плохо, но, с моей точки зрения, это неправильно. Почему? Потому что, ну, вот я не принадлежу ни одной из партий, не хочу вступать по разным причинам. У одной программы не нравится, у другой состав не нравится, у третьей история предыдущая там не нравится. Ну, вот не хочу я в Единую Россию вступать. Потому что, ну, вот сколько лет Единой России у власти в Кировской области? Ну, не только в Кировской области. Ну, я говорю там, мы же о губернаторе говорим, да. И ситуация ухудшается, и как бы ухудшается, бизнес, уход бизнеса с территории ускоряется, причем уход успешного бизнеса с территории как бы ускоряется. И что, ну, можно говорить там о том, о сём, но партия власти виновата в Кировской области во всём, что происходит. И я не хочу быть там членом, например, «Справедливой России». Вот, потому что, ну, пожалуйста, вот, Сергей Доронин, я его лично знаю там, да. И что? Человек, который там занимает депутатское там кресло, получает там... Уже не занимает теперь. Ну, или занимал там, получал там по 400 рублей, теперь банкрот там, условно говоря, да. Вот, это ведь, ну, как бы не очень правильно всё, то есть, с моей точки зрения там. От КПРФ, я так понимаю, вы тоже не хотите? От КПРФ я тоже не хочу. Поэтому пока не хочу. Так. Пока не хочу. То есть, возможно, если и дальше там, я увижу, что пока КПРФ там единственная там сила, которая выступает за справедливость, там, ну, по крайней мере, пытается противостоять там тому, что происходит, ну, может быть. Я там, ну, это не сейчас. Но вступать пока не хочу. То есть, вопрос с КПРФ я там для себя, лично для себя обдумывал, может быть, потому что в мозгах у меня там идеология там какая-то определенная, может быть, еще какая-то там, прошу прощения. Телефон не дает нам общаться телефон. Да, я прошу прощения. Вот, поэтому с этой точки зрения тоже есть, как бы, у меня определенного рода сомнения. Азиз Олегович, есть ли ощущение, что отказ от самовыдвиженцев некоторым образом повлияет и на легитимность выборов губернатора, и, ну, скажем так, на их интересность, да, потому что предполагают некоторые эксперты. Оно однозначно повлияет, однозначно повлияет, но ведь что такое легитимность, да, ведь как, кто будет определять? Ведь у нас народ должен, как бы, определять, да, а у нас сегодня народ ведь ничего так практически там не определяет. Ну, давайте ведь президент выдвигает кого-то, ставит там в Рио, и потом весь ресурс начинает работать там на Рио. Хорошо, давайте вот Никита Билых, он чей был выдвиженец? Ну, надо предполагать, что тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Так, а потом? А потом? Тогдашнего президента Путина или нынешнего президента Путина. Нынешнего президента Путина. А потом его поддержала, значит, всей своей мощью, там, партия «Единая Россия», там, условно говоря, да. «Единая Россия» несет ответственность за то, там, что было, так сказать, при Никите Билых и с Никитой Билых. Я считаю, что да. И что «Единая Россия» в отставку ушла или, там, сказала, покаялась, там, перед народом, там, и так далее. Ведь за то, что происходило, вот все время у нас найдут, там, крайнего, условно говоря, да, а те люди, которые причастны к тому, что там происходило, ну, чего, я, как бы, не очень понимаю, да, в этой ситуации. Поэтому, кто определяет легитимность? Президент назначает, потом объявляются выборы, потом все ресурсы, значит, типа контролирует избирательная комиссия, но избирательные комиссии, там, эти же партии сидят, там, да. Вот, и получается, что, да, у нас вся система такая, то есть она, получается, например, там, исполнительная власть «Единая Россия», законодательная власть «Единая Россия», значит, те, кто контролирует, поддерживает, там, «Единую Россию», там, условно говоря, да, а так не должно быть. Ну, фактически мы пришли к однопаративной системе. У нас заказчик тот же, исполнитель тот же, значит, и контролер тот же, то есть, ну, сам себя ведь не высечишь, как бы, в этой ситуации. Поэтому, с управленческой точки зрения, это ошибка, это неправильная ошибка, это ошибка, ведущая к системным уже ошибкам и к определенной родине. Ну, можно сказать, что, если громко говорить, там, катастрофа вам определенного рода, да, потому что считай, что, там, поимка Никиты Белых, там, с четырьмя остами, там, тысяч евро, это катастрофа для области в определенной степени. Ну, поэтому, что могу сказать, вот такая ситуация. Ну, берут самого движенцев, я так понимаю, что все-таки основных кандидатов будут выдвигать наши парламентские, ну, на местном уровне и на федеральном уровне наши парламентские партии, да, так называемые. Фактически, там, ну, предполагается, естественно, Игорь Васильев уже вроде бы озвучил, что идет на губернаторский выбор, да, судя по активности Сергея Мамаева, по медийной его активности, он, скорее всего, тоже будет выступать кандидатом. Ну, некоторые предполагают, что, возможно, Сергей Доронин, наверное, ЛДПР кого-то выдвинет, самовыдвиженцев уберут. Ну, да, я вижу, что по активности Черкасов будет, как бы, выдвигаться, там, чего уж тут, Сергей Доронин, не знаю, сейчас он реноме немножко, так сказать, с моей точки зрения, там, наверное, так сказать. Это проблема с бизнесом, да, я так понимаю? Да, да, отмочена, там, вот, ну, тем не менее, как бы, у него есть за что его бить, там, вот, а, не знаю, конечно, вся мощь, там, партия, и власти, и муниципалитетов на местах будет работать на ВРИО. Мы это уже, ну, много раз видели, там, и так далее. Но с чем ВРИО пойдет? Вот за те полгода, когда он уже должен был нам сказать, как он дальше будет двигаться, мы до сих пор не услышали ничего. Мы, я вот, лично не вижу, как будет развиваться экономика, как будет обеспечиваться, там, доходная часть бюджета. Да, бюджета. Да, и у него нет таких специалистов, способных, как бы, вообще, какому-то предвидению, понимаете? Ну, подождите, он еще только начинает, еще полгода прошло. Чего, подождите, подождите, год пройдет, и вы будете говорить, что он только начинает, да, ну, 33 месяца максимум на разработку и обнародование программы. У него уже два раза по три месяца, так сказать, прошло. Нет у него таких людей, ну, нет людей, ну, скажи, что, как бы, ну, понятно, человек всю жизнь работал с лимитами, и поэтому эти принципы управления и в область привнес, там, управлять с помощью лимитов, там, да, типа, показать, там, как он борется, там, с какими-то, там, правонарушениями, при этом налево-направе, там, рубить шашкой и не смотреть, где полезные, а где неполезные, там, да. То есть, борясь, там, с лесными, там, типа, безобразиями, рубить и те инвестиционные проекты, которые реализованы и приносят реальную пользу области. Вот об этом, кстати говоря, мало говорит сейчас в наших СМИ кировских, да, то есть, ну, фактически, вот здесь позавчера-вчера презентовали новую систему ГИС-Лес, презентовали список недобросовестных лесных арендаторов, которые сейчас выложены на сайте правительства области, да, но ничего не говорится о тех людях, которые добросовестны. Работают. То есть, говорится в общих словах, да, но, тем не менее. Да, это и плохо. А у нас есть такие добросовестные, я не знаю, можно, нельзя называть людей, которые вкладывали, там, сотни миллионов на территорию области, это наши, как были. А почему мы говорим, вкладывали? Вкладывали в строй лес, там, Хольцхаус сейчас проект по моногородам, там, в Лузе, там, это тоже семья, так сказать, семейный бизнес Юфирио. В Алмис, пожалуйста, Михаила Скворцова, наверное, все знают, так сказать, да, ну, кто хоть немножко, так сказать, в теме. А получается, сегодня, как бы, под видом недобросовестных и с ними борется областное правительство. Ну, потому что у них есть некие преференции, как я понимаю, да, по разработке лесных участков. Ну, они эти преференции отработали, они эти преференции отработали. Представьте себе, там, бюджет, там, Даровского района, если я не ошибаюсь, там, на 70% состоит из отчисляемых налогов, там, острой лес. То есть, это очень серьезно, да, или, там, проект, там, моногорода, развитие моногорода Луза, там, называется в числе приоритетных фондом моногородов. Кировская область называется наряду, там, с татарстанскими, там, проектами. Для меня это очень приятно, так сказать, слышать на слух, но поддержки-то на территории области эти люди не получают. Они и раньше ее не получали? Они и раньше, нет, раньше-то у них, как бы, были проекты, да, определенные. Но сейчас-то с приходом новой команды пока что мы видим только палки в колеса, так сказать, с этими проектами. Ну, может быть, разберутся, есть еще время немножко. Разберутся, да. У вас слова-то какие-то, так сказать. Нет-нет-нет, я имею в виду в хорошем смысле. С ними и так уже разбираются, причем правоохранительный орган, видимо, команда, так сказать, ФАС там была. И так, так сказать, пытаются разобраться и так, и сяк, и эдак, чтобы они отказались от тех преференций, которые им были. Непонятно только для кого эти преференции делаются. Может быть, их вообще уберут. Может быть, для каких-то новых компаний, куда уберут. Все эти заявления о том, что лес будет продаваться там за 1700, за 2000, там, на корню закуп, ну, это все, я не знаю, для кого. Для тех, кто не очень, как бы, понимает. Ну, возможно, да. То есть, пессимистично вы смотрите на заявление о том, что удастся навести порядок в лесной отрасли? Я пессимистично смотрю на деятельность новой команды в нашей власти. И пока вижу, что эта команда совершает не очень компетентные действия в управлении областью. И пока у этой команды непонятны цели, непонятны, наверное, стратегии, методы и большие проблемы, видимо, с экспертами и консультантами. Чего ждать? Нет, ну, должны же каким-то образом они все-таки активизировать работу. Мы говорили с вами о губернаторских выборах. Я считаю, что при такой деятельности в Рио, если и есть какой-то шанс, то только при очень сильном давлении стороны партии власти на избирателей, на явном там замене, подмене тем, вот как мы боремся с коррупцией и так далее. Вот и все. Других, как бы, вариантов просто нет. Думаю, что надо возвращаться ему на прежнюю должность. Вот как. Сурово. Да, и заниматься там на лимитах, сидеть там по смете и управлять, так сказать, агентством федеральным по кадастру. Сурово, Азиз Алиевич. Азиз Агаев, директор компании «Бизнес Информ» был у нас в эфире. Анна Лапшина, прощаюсь с вами. Такое вот у нас особое мнение. Не очень оптимистичное получилось сегодня. Ну, почему? Почему? У нас в Кировской области очень много творческих людей, у нас очень много сильных людей. Я многих из них, как бы, уже называл, ну, во время предыдущих, там, особых мнений. И я думаю, что мы можем при правильном выборе и при правильном подходе, как бы, партии власти к выборам губернатора, можем получить отличную команду из умных авиацких парней. Да вот вопрос, заявятся ли умные авиацкие парни. А как он заявится-то, если самовыдвиженцев-то уберут? Все, все. Ну, может быть, подождите, давайте дождемся четверга. Давайте дождемся четверга. Азиз Агаев, Анна Лапшина, прощаемся с вами в время, к сожалению. Особое мнение на 101FM